День Республики 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 на чувашском языке. И при этом народ сидел, все это выслушивал, высказывал свои замечания, предложения. Для первых лет это очень даже характерно. Первым ярким событием, приуроченным к дню образования Чувашия, стало награждение Республики Орденом Ленина. Его вручили в 1935 году за успехи в социалистическом развитии, а конкретно за дорожное строительство. Вообще в советские времена было принято важные даты отмечать трудовыми успехами. Так вот, развитую дорожную сеть практически на пустом месте наша республика создала за каких-то три года. Здесь сошлись, наверное, интересы сразу нескольких учреждений, сразу нескольких ветвей власти и сразу нескольких групп. Здесь и население очень хотело, чтобы все-таки дороги появились. И это, в принципе, в последующем сказалось в плане того, что Чувашия одна из немногих в России, продемонстрировавшая такой огромный процент добровольного участия населения в дорожном строительстве. Следующая дата, которую отмечали так, как никогда прежде, 25-летие Чувашской автономии. Было это в июне 1945 года, практически сразу после Великой Победы. И этим, конечно же, обусловлен масштаб празднования. Про Чувашскую СССР был даже снят документальный фильм, благодаря чему мы можем узнать, как прожила республика военные годы и как изменилось за четверть века. Ликует чувашский народ, поэтому в праздничных национальных нарядах женщины и девушки. Интересный момент. Фильм, снятый Куйбышевской студией кинохроники, долгое время хранился в Государственном архиве и в описях числился как одна единица. Но, когда стали готовить его к широкому использованию, выяснилось, что среди Бобин с кинопленкой есть и вторая версия, менее продолжительная, но зато более поздняя, 1946 года. Кадры в большинстве своем повторялись, но кое-какие отличия все-таки были. За четыре года войны здесь собрано на семь миллионов пудов хлеба больше, чем за четыре предвоенных года. Семь миллионов пудов. Есть чем похвалиться перед земляком, героем Советского Союза. И когда видишь такую дружную работу, то и самому хочется вспомнить, как до войны работал на такой жилобогреньке. Дальнейшее развитие республики запечатлено на многочисленных пленках. 60-х годов киножурналы и документальные фильмы снимали регулярно. Но надо сказать, что день образования республики в то время праздновали не каждый год, от юбилея к юбилею. В 1970-м, например, Чувашию достоилась еще одной награды – Орден Октябрьской революции. А в 1980-м, к 60-летию автономии, в эфир вышел еще один фильм. Братский ковш, по-чувашски аудр, он протянут на щедрой ладони. Если гость появляется в доме, братский ковш, приглашение на пир. И с ладони хозяина гость с пивом пенистым ковш принимает, и обычный народ уважает. Так от века у нас повелось. Мой аудр – это сердце мое, это песня моя на ладони. В круговую пустите ее, пусть гостится вам в песенном доме. Фильм-концерт «Чувашия песня моя» занимает особое место в видеогалерее. Успехи социально-экономического развития здесь представлены довольно схематично, а вот о достижениях в культурном строительстве рассказывается очень подробно. Не назову ни часа, ни мгновения, когда огнем в меня вселилась ты. Я знаю все в тебе, и откровения, и нежность, и надежды, и мечты. Мир без тебя мне был бы слишком тесен. Пою простор любимой стороны Чувашия По краю ста тысяч песен Не зря в тебя поэты влюблены В 1995 году День Чувашской Республики приобрел официальный статус. Первый президент Чувашия Николай Федоров своим указом включил его в праздничный календарь. Довольно быстро сложилась и программа Обязательная выставка достижений, встречи с потенциальными партнерами, обсуждение экономических вопросов и объемная афиша культурных мероприятий. К Дню Чувашии старались приурочить и открытие важных объектов промышленных, социальных, спортивных. Вот, например, дорога к храму, ознаменовавшая завершение реконструкции исторической части Чебоксар, открылась как раз в День Республики. Открытие дамбы, соединяющей два берега рукотворного Чебоксарского залива, стало большим событием не только для столицы Чувашия, но и для всей республики. Более десяти лет зона затопления ГЭС пребывала в ужасном состоянии. На месте старой части города образовалось болото. Понадобилось большое количество материальных и моральных сил, чтобы завершить реконструкцию центра города. Группа создателей отмечена государственной премией. Разные годы к Дню Республики открывались разные объекты, менялись концертные программы и площадки. Но одно было и остается неизменным. Объединяющее начало праздника, его суть. Мы были, есть и будем вместе. Перле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова